Выездные администрации – это возможность оперативно и точно получить ответ от властей на волнующие вопросы. Очередной прием проходит в дачном поселке Черкизово, но по традиции приезжают жители со всего городского округа. С первым вопросом к главе Пушкинского Максиму Красноцветову обращаются жители поселка Лесные Поляны. Мы вас поддерживаем, потому что мы прекрасно понимаем те трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Но наши действия регламентируются в законодательстве, ни больше, ни меньше. Поэтому правду закона давайте сделаем все, что мы можем сделать. Жители поселка узнали, что по границе их участка планируется проложить дорогу. В итоге дом, по словам заявителей, после такого окажется в кольце. Ну, общались хорошо, ходи сложно, я понимаю, но очень любезно с нами, в общем-то, разговаривали. Вы слушали, обещали проработать этот вопрос еще раз. И есть надежда, скажем. Курирующие заместители, представители Единой России и депутатского корпуса дают разъяснения по всем обращениям. Например, активная жительница Ивантеевки Любовь Любчик пришла с вопросом взаимодействия с ресурсными компаниями. Обсуждают не только насущные проблемы, но уже и решенные. Большое спасибо губернатору. А я думаю, что вы тоже это передаете. И самое главное, это от меня лично, это СНД Ольховка-2, за мост. Помните, там на Рощинской наша попросила. Глава взял вопрос на личный контроль. Уже в ближайшее время его удастся разобрать в частном порядке. Я хочу сказать, что вот с учетом, что периодически делают выездные вот такие приемы, это очень хорошо для жителей нашего Пушкинского округа. Это прям палочка-выручалочка. А вот уже местные жители поселка Черкизово обратились не с личным, а общим вопросом. Он касается благоустройства прибрежной зоны реки Клязьма. Мы сейчас решили, что глава поедет с нами, посмотрит на месте и определимся, как делать, чтобы было и хорошо, и дешево, и красиво. Всего на прием пришли 33 человека. Удалось обсудить вопросы самых разных направлений. В этот раз преобладали темы благоустройства, развития территорий, содержания дорог и многоквартирных домов, а также градостроительной политики. Все вопросы, которые сегодня обсуждались, безусловно, мы уделим им достаточно внимания. И конструктивное решение, конечно, найдем. Хочется сказать спасибо коллегам с глав архитектуры за четкий, понятный, емкий ответ и разъяснение на все поставленные вопросы, которые сегодня получили не только жители, но и, я уверен, многие сотрудники администрации, которые принимали в этом участие. Отдельно обсудили и перспективы открытия Черкизовского кладбища, которое на данный момент закрыто. Глава округа отметил, что по этому вопросу в ближайшее время также будут приняты решения. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Головачева. Новости Большого округа.